Приветствую вас. Я думаю, что лучше, что вы можете сделать в этой ситуации, это быть собой, ну вообще научиться быть собой, потому что возникло у меня такое ощущение, возникло у меня такое чувство, что как раз таки собой вам быть сложно или, по крайней мере, у вас это может не очень хорошо получаться, потому что то, о чём вы говорите, то, о чём вы рассказали, это про то, что, на мой взгляд, вы пытаетесь быть кем-то другим. Да? То есть, не обращают мне что-то внимания, повышали, я так понял, голос, не уделяли внимания жене, вот, не помогали. Всё, это вопрос, связанный с тем, что вам хочется. Всё это вопрос, связанный, в первую очередь, с невнимательностью к себе. Вы к себе невнимательны, в итоге вы какие-то вещи игнорируете, но при этом вы добрые и порядочные, как вы говорите, и вас любят бабушка и дедушка и тёща. И, соответственно, я думаю, что в какой-то степени вы гиперответственны. И вот, что такое гиперответственность и чем она отличается от, например, ответственности плюс-минус нормальной, да? Это, когда мы не отвечаем за то, что нам тяжело или за то, что нам не хочется. И вот вы говорите, что игнорировать мне просьбы жены. Да вы к себе прислушившись, прислушившись у любого действия и будут последствия. Вам нужно прислушившись, прислушившись к себе, прислушившись к тому, чего вы сам хотите. Не будет толка, если вы, к примеру, будете реагировать на просьбу своей жены, да? Если вы будете, ну, откликаться на просьбу своей жены, при этом не желая этого, да? Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому, на мой взгляд, здесь имеет большое значение ваше собственное осознавание своих ощущений. Кроме того, не нужно забывать, что, например, это ребёнок и что, как бы, ребёнок не виноват, в том, что происходит между, допустим, ну, между вами, да? Вот. И её это, например, может травмировать. Вот. То есть её может травмировать то, что вы, например, не хотите, там, проводить с ней время. Вот. Поэтому, если, если есть такое чувство у вас, если есть такое нежелание, да? Вот. Ага. То, на мой взгляд, целесообразно было бы и с дочерью поговорить и обсудить с ней этот момент. Что вот такая есть специфика. Вот. Что сейчас, ну, например, вам сложно воспринимать, допустим, её вне контекста жены, а поскольку с мамой проблемы, то, соответственно, вы боитесь, например, что будет неоправданно злиться на неё. И так далее. То есть, важно, вот, выразить дочери, в том числе, своё отношение, своё чувство. И жене тоже выразить то, что вы ощущаете. Вот. То есть, сами прислушивайтесь к себе. Ведь, понимаете, если, если вы слишком много, например, работаете, слишком много, даёте, даёте своих ресурсов, своего времени, своей энергии, своих сил. Вот. Если вы слишком много это делаете, то, естественно, вам хочется отдохнуть. И то, что вы описываете сейчас, больше похоже на, как раз, вот, попытку найти вариант для того, чтобы стать свободой. Вот. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это значение для вас семьи. Если для вас важна семья сама по себе, это одно. Если для вас важны люди, то, соответственно, с ними нужно устраивать отношения, с ними нужно быть искренним, искренним. Вот. И честным. А честным, искренним, это шаг. Вот. Я бы не сказал, что в сторону попалной помощи, в сторону попалной помощи, в сторону попалной помощи, от доброты, в сторону попалного отклика. Я бы сказал, что честность, это шаг в сторону определения своих личных границ. И если вы хотите устраивать со своими близкими, ну, в том числе с женой, хорошее отношение, то очертить свои личные границы вам необходимо. Мне кажется, что вы их не очень хорошо чувствуете. То есть вы пытаетесь через игнор этого добиться. Вот. Но это так не работает. К сожалению, или к счастью, я не знаю. Поэтому не игнорировать нужно, а выражать свою позицию. Вот. А, да, если вам чего-то не хочется, то это мне не нравится выражать. Мне кажется, вам достаточно сложно это делать, сложно выражать свое желание. А если вы это делаете, то вот может быть в такой, несколько, несколько косвенной форме, когда, например, на что-то вы не обращаете внимания. Или когда, например, вы повышаете голос или не помогаете. То есть иными словами, мне показалось, что вот на тот образ, который вспоминается у вас в глазах других людей, отнимает много энергии, а по факту вы несколько не такой. У меня также сложилось ощущение, что вы мало думаете о себе. У меня сложилось ощущение, что о себе вы думаете в самую чуть ли не последнюю очередь. Ну, предпочитаю, предпочитаю отдавать большое количество энергии своим близким, это хорошо. Как бы, заботиться о близких, это здорово. Дарить им тепло, нежность, любовь, это прекрасно. Но я бы хотел себе настолько, что вот, как вы делаете, читаете, как вести себя в случае обставания, да. То есть вот, я здесь почувствовал, что вы сами с собой как будто бы не знакомы. Это, мне кажется, уже явный перекос в сторону, в сторону, ну, в сторону, в сторону не любви больше, а в сторону, какой-то, знаете, может быть, зависимость от близких. И ваша жена, она не случайно выбрала такую модель, такую форму выражения своей позиции, типа, что накипело. Это говорит о том, что между вами нет доверительного общения, вы не можете обсудить какие-то вещи. Это не случайно, это не случайно. То, что вы не можете обсудить какие-то вещи, это не случайно. Вот. Это говорит о том, что вот, проблемы с честностью. Поэтому, если вы сейчас начнете двигаться в сторону того, чтобы слышать себя, в сторону того, чтобы демонстрировать жене, что вы более ценностно к себе относитесь, да, и лучше видеть для себя значение, значение семьи в целом и конкретного человека. В частности, вы сможете выстраивать такие отношения, которых, ну, вот, собственно, вы достойны. Которые не будут основаны на каких-то жертвенных действиях, да. Вот. Которые больше и больше будут основаны на желании и на свободе. Вот. И не придется пользоваться такими инструментами, как игнорирование или, там, повышение голоса. Потому что, повышение голоса сейчас бывает из ярости. Ярость – это, как раз таки, желание того, чтобы нас обняли. Желание того, чтобы нас успокоили, потому что нам самим тревожно. Или гнев, который происходит из страха, вот, из страха, например, своей беспомощности и так далее. То есть, это довольно такие сильные чувства, но появляются они преимущественно, когда человек себя игнорирует. Поэтому начинать нужно с того, чтобы узнавать себя, замечать себя, а дальше уже, я думаю, вы сможете решить, как вам действовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!